Всем привет! Сегодня мы обсудим альтернативный способ применения функции, уже рассмотренной в одном из предыдущих видео. Речь пойдет о функции обработка ввода имени. Представим ситуацию, где от игрока требуется назвать пароль для продвижения по сюжету или получению чего-либо. Эту задумку можно реализовать разными способами. Те, кто постарше, сразу вспомнят Фавхарт. Самый простой способ реализации через выбор из уже заданных вариантов. Вот вам второй способ. Первонаперво мы идем в базу данных, раздел персонажи и забиваем одно место под пароль. Картинку, портрета и прочее ему задавать не обязательно. Имя, которое вы тут напишите, будет появляться в момент ввода. Далее мы создаем на карте событие. В теле события у нас будет показ сообщения. Не принципиально. Тут мы предлагаем игроку назвать пароль. Предложение выбора. Не принципиально. Но лучше, чтобы у игрока был шанс передумать, совершать действия. Если все решать только через выбор в диалоге, тут бы мы начали вводить варианты. Но это не наша задача сегодня. Важное начинается отсюда. С третьей страницы списка команд события мы вызываем обработку ввода имени. Тут игрок должен вбить пароль. Чтобы проверить правильность ввода, создаем новое ветвление условий. На вкладке номер 2 условий ветвления мы выбираем персонажа, зарезервированного под пароль. Перемещаем пульку на одну вниз в поле названия. В имвайт это было имя. В русском языке путает немного. Вводим тот пароль, который должен будет назвать игрок. Предположим, что верным ответом у нас будет слово «свинка». Внимание! Вводимое слово чувствительно к регистру. Правильным в нашем случае будет только слово «свинка» с большой буквы. В этом примере я ставила галочку «Иначе» для разграничения выбора, поскольку это у нас базовая конструкция. Важно! Чтобы использовать одну и ту же ячейку персонажа под разные пароли, загадки и вопросы, я рекомендую после ввода и проверки сбрасывать ее имя к привычному пароль. Сделаем мы это с помощью команды «Изменить имя» с первой страницы списка команд. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки или дизлайки, кому что нравится. Видео выходит на канале каждый четверг в 19.00 по Москве. По пятницам и субботам у нас стримы. Если меня не похитят пришельцы или я не чувствую себя как зомби. Учите основы. Не бойтесь экспериментировать. Все получится. Я верю в вас!